Детское радио представляет Уроки. Чудесоведение Эгейское море находится... Море Эгейское расположено... Эгейское море впадает... Косточкин опять не учил? Я учил! Честное слово! Правда! Только там как-то все запутано! Раз запутано... Ёлкина, сможешь протянуть Косточкину нить Ариадны? Какой нить? Откуда? Что я с ней делать буду? Неужели никто не слышал этой легенды? Тогда отправляемся в Грецию, на остров Крит А чтобы было понятней, представьте себя на месте одного из героев Ты, например, Ёлкина, не просто отличница, а Ариадна Дочь царя Минуса и царицы Пассифаи Правителей богатейшей морской державы Крита Классно! Я царская дочь А вы мои верные рыцари! Нет, рыцарей тогда не было Были герои Барабасов, быть тебе на время благородным Тесеем Сыном афинского царя Эгея Вот! Я тоже царский сын! И нечего задаваться! А кем же нам представить Косточкина? Остался архитектор Дедал, строитель Кносского дворца И, собственно, сам Минотавр, чудовище с бычьей головой Не, я не хочу быть чудовищем, уж лучше этим, как его, архитектором Хорошо, быть тебе Дедалом О, великие боги, услышьте рассказ легендарный, как сразился Тесей с Минотавром, как ему помогла в лабиринте Ариадны прекрасной поддержка Не Агара Петровна, вы поэт! В общем, дело было так Каждые семь лет из Афин на Крит отправлялся корабль На борту которого находились семь девушек и юношей Корабль всегда ходил под черным парусом Потому что это была кровавая дань чудовищу Минотавру, который жил в лабиринте Кносского дворца Однажды сын афинского царя Эгея вызвался отправиться на Крит вместо одного из юношей и сразиться с Минотавром А в каком году это было? Понимаешь, Ёлкино, если мы говорим о мифах Древней Греции, то установить точную дату того или иного события невозможно Это все-таки легенда А вот Кносский дворец можно сравнить с возрастом египетских пирамид Строил его очень талантливый архитектор Крита Дедал во втором тысячелетии до нашей эры Площадь дворца была почти двадцать тысяч квадратных метров По сути, небольшой город Сотни комнат, сложнейшая система коридоров, разные этажи и уровни Не мудрено там заблудиться Совершенно верно И вряд ли бы Тесей справился с этой задачей, если бы не дочь критского царя Ариадна Она с первого взгляда полюбила Тесея и дала ему клубок ниток Он привязал один конец у входа и отправился на поиски Минотавра А после сражения на обратном пути просто сматывал клубок, найдя таким образом выход из лабиринта И это обычный моток ниток Здорово! Царь Минос страшно разгневался из-за того, что Тесей убил Минотавра И что помогала ему в этом его же собственная дочь А чего он разозлился? Разве приятно жить рядом с чудовищем? А кто ему теперь дам платить будет? Барабасов? А я тут при чем? Это я для образа Все свои комментарии оставили на потом Да слушайте сначала, чем заканчивается легенда Возлюбленные бежали в Афины Но Тесей забыл сменить черный парус на белый, как было условлено с его отцом Тот увидел черный цвет на корабле, решил, что его любимый сын погиб И сам бросился со скалы в море Так вот же оно, Эгейское море, названное в честь царя Эгея Я его нашел! Хвала богам! Косточкин, наконец-то успел до конца урока Ниагара Петровна, последний вопрос А сейчас можно попасть в этот лабиринт? Развалины Кносского дворца находятся на острове Крит в Греции Где их можно увидеть и сейчас А вот где лабиринт Минотавра и был ли он вообще, не знает никто До свидания! До свидания! Уроки Чудесоведения